Всем привет! Меня зовут Люба, я рада приветствовать вас на моём канале. Я впала в какую-то депрессуку. Надо снять видео о смешных, нелепых и неловких историях. Я выписала тут себе несколько историй, которые со мной приключались, в которых я чувствовала себя крайне неловко или смешно и забавно. Конечно, я не смогу рассказать вам все абсолютные истории, потому что многие из них это too much. На меня набегут моралисты различные и начнут писать Не так давно мы с Никитой ехали в такси, и у таксиста играл Денис Майданов. Какая-то песня такая, душераздирающая. Я сидела и очень громко говорила, Господи, какое же это говно! Да как это можно слушать? Да он такой мерзкий, лысый червь! Все, кто слушает Майданова, это просто какие-то дегенераты. И Никита меня так пихает под бок, и я смотрю и понимаю, что это не радио, это у водителя стендиск. И мне стало так неловко просто. Я понимаю, что чувак, видимо, ну, фанатеет, действительно, и слушает это говнище. Остаток дороги мы ехали в полной тишине, и только Денис Майданов. Пролетая над нами... Мое плохое зрение. Сколько раз мое плохое зрение играло со мной самую злую шутку. Сколько раз я так заходила куда-то и глядя на человека, и говорила, Привет! Приближаясь, я понимала, что мы незнакомы, и мне становилось очень неловко. Мы были в ресторане, праздновали дни рождения родственников. Там был брат Никиты. И мы спустились в гардеробную, уже уходили, там было очень темно. Никита там, я смотрю, берет вещи, и стоит брат его, вроде как. И я просто подхожу к этому человеку, вот так вот вплотную просто, и вот так вот встаю рядом. А это не Никитин брат, это просто какой-то человек. Этот человек просто такой... И ушел. О, боже! Еще была история, она не совсем связана со мной, но я присутствовала при ней. Это было сто лет назад, у меня была подруга Алина. Мы гуляли летом, я Алина, и с нами еще были два наших друга. И у Алины была в сумке бутылка вина красного, открытая почему-то. И она у нее была в сумке, сумка на плече. И вот с нами был мальчик, у которого были белые такие льняные штаны. И он сидел, а Алина стояла. И она подходит и говорит, Максим, а что это у тебя на штанах? Он говорит, где, где, что такое? Она говорит, да вот. И она наклоняется, и в этот момент вино из сумки просто таким фонтаном выливается ему на эти белые штаны. Это просто... А еще однажды, сидя на работе, я хотела написать своей подруге о том, что, боже, наша начальница такая жирная и мерзкая. И случайно отправила это в той самой начальнице. Однажды меня вырвало в мой день рождения на стол в ресторане. Это было ужасно. Мне это напоминают до сих пор. Это у нас на столе. В моей жизни был недолгий период, когда я работала официанткой. И, конечно, там было больше всего приколов. Я сейчас не вспомню всех, но один из них мне запомнился. В этом ресторане было меню, напечатанное на такой крафтовой бумаге. Каждый вечер мы должны были на столах расставлять свечи и зажигать их. Два стола соседних. И один стол мой, и второй мой. И за одним столом люди заказали какую-то там копченую рыбу. Я подхожу ко второму столу, кладу меню, и оно загорается от свечи. Они даже не заметили. Я быстро отдираю это меню, оно у меня полыхает в руках. Я его там, значит, как-то затушила кое-как. В какой-то момент меня подзывает вот этот стол, который заказывали рыбу. Говорят, девушка, а чем так пахнет у вас? У вас что-то горит? Нет, это коптится наша рыба. А вон стоит исключительно. Мы познакомились в баре 3205 с группой иностранцев. Там были испанцы и американцы. Их было много, они все говорили по-английски, с нами в том числе. Между собой, естественно, мы по-русски там что-то обсуждали. И я громче всех обсуждала. Их внешний вид, их поведение. И там был один парень, ну такой какой-то парень. И я так громко говорю, о боже, он похож на задрот. Он такой, слушай, в этих очках. И я говорю, what's your name? На что он мне говорит, Лёша. Я как дебю сначала, Лёша. А у меня опять, Лёша. Очень стыдно. Также нередкие истории со мной, когда я еду, например, на какое-то собеседование. И почти 90% случаев этих поездок заканчивается тем, что я не могу найти дорогу. Или не могу найти вход в бизнес-центр. Ох, это всё время. И что я делаю в таком случае? Я просто разворачиваюсь и уезжаю домой. Всё. За свою жизнь, я не знаю, сколько я раз уже упала, отбила себе задницу. Я летела миллиард раз со ступенек в переходе метро. Пошла на свидание с каким-то мальчиком. Мне нужно было какое-то красивое платье. Мне показалось, что все мои платья не подходят. Я обратилась к своей подруге. Мы с ней жили в одном доме в соседних подъездах. И мы с ней абсолютно одинаковые комплекции. И она мне дала какое-то своё лучшее платье. Просто белоснежное платье. Такая Люба, пожалуйста, только не испачкай его, не порви, верни мне его. Я говорю, конечно, всё будет окей. Мы с этим мальчиком идём. Я в этом платье. Была ранняя весна. И просто я подскальзываюсь и со всей дырой падаю жопой в этом белом платье. Прямо в какую-то лужу со льдом, с грязью. Мне понравилась реакция того мальчика. Люб, ты чё? Люб, вставай, Люб, Люб, вставай. Я сидела в луже и ржала. Платье так и не отстиралось. Мне было лет 13. Я поехала в лагерь летом. И в этот лагерь поехала вся наша школа. То есть там не было незнакомых людей. Там были только люди, которые учились со мной в одной школе. У какой-то девочки попросила там какую-то кофту красивую. Я, значит, как-то очень красиво накрасилась. Только-только, значит, вышла из душа, прическа. У меня чистая высушенная голова. Это был Плёс, город Плёс, усадьба Шаляпина. Я выхожу, значит, на веранду, на улицу. Тепло, светит солнце. Я вся такая красивая. И тут ко мне подбегает просто мальчик. И выливает на меня ведро грязной, вонючей воды с бензином. Просто вот так вот на голову. Я просто вот так вот стою. Сюда стекает эта вонючая вода. И всё, значит, на этой одежде, мои волосы, лицо. Всё в этом говне. И у меня был такой шок. Выяснилось, что ребята просто внепланово начали какой-то там день Нептуна, когда все обливаются водой. Я была не в курсе, никто был не в курсе особо. Когда я училась в школе, это был, по-моему, восьмой класс. Была я, моя подруга, ещё одноклассник наш. По-моему, мы были втроём. Мы пошли гулять по Арбату. Естественно, мы бомжи, восьмой класс, нам по 14 лет, у нас денег ни на что нет. И вдруг к нам подходит промоутер и даёт нам флайеры. Такие, вот тут какой-то ресторан под названием там какая-то русская сказка. Если вы придёте с этим флайером, то вы получите бесплатную порцию блинов. А мы так хотели есть, я говорю, о, отличная идея. Заходим в это место, посидим, я грядусь, и я понимаю, что это очень дорогой ресторан. Сидят мужчины такие в кипельно-белых рубашках, с дорогими часами, читают газеты за соседними столами, и мы, значит, сидим с этими флайерами. Подходит официантка, она на нас смотрит, естественно, как на идиотов и говорит, у нас есть такая акция, но вы обязательно должны что-то заказать. Мы там, значит, собираем белочие деньги. Так, да, мы определились. Нам, пожалуйста, морс. Один морс? Да, один морс. Морс и всё? Морс и всё. Я сижу, у меня красное лицо, она привезет этот морс, моя подруга начинает орать, что там заляпанный стакан. Давай ещё устраиваем здесь скандал, почему у вас заляпанный стакан. Официантка, очень язвительно проходя мимо, всегда нам говорила, приятного аппетита, вам вкусно, нравится? Это было так неловко с этим морсом, боже мой. Все, кто смотрел мой влог, видел это, когда просто таксист остановился посреди дороги, куда-то ушёл, вернулся и подарил мне книжку, брошюру, точнее, под названием «Правда о русском мате». Та-да! Я вообще не представляю, что это. Автор и епископ Митрофан. Тут написано, что мат пожиратель потенции. О боже, моя несчастная потенция. Ей конец. Те мои друзья, которые смотрят твоё видео, наверное, скажут «О боже, ты решила это рассказать?» Да, я не могу об этом не рассказать. Боже, ничего хуже со мной в жизни не случалось. Мне было 14 лет. Это произошло на даче. В общем, у меня был купальник, раздельный такой купальник, и на нём были нарисованы флаги различных стран. Флаг России был на груди. Верх купальника был сделан таким образом. Он был здесь как бы на завязочках, сзади на завязочках. И, соответственно, вот эта ткань, которая на груди, её можно было так собрать на этой резиночке поменьше или раздвинуть побольше. Ну, короче, девочки понимают, о чём я говорю. Всегда под одеждой у меня был купальник, потому что в любой момент мы могли пойти купаться. Нас было много вокруг, почти все были мужского пола. И мой друг прямо на камеру, на мою, значит, меня снимает. Мы снимали какие-то смешные видео всё лето. И он мне говорит, Люба, покажи Россию. И я задираю футболку, а купальник за весь день носки вот так вот просто съехал назад. И то есть получается, что я голая абсолютно там. Я не знаю, мне кажется, секунд 10 точно было тишины. Это всё ещё записывается на камеру. Я... У меня, наверное, меняется лицо. В общем, боже, у меня пронеслась перед глазами вся жизнь. Естественно, ржач. У меня истерика. Я пытаюсь, значит, отнять этот фотоаппарат, чтобы стереть эту запись. Только со мной могла произойти такая история. Обязательно напишите мне в комментариях о тех неловких и смешных историях, которые приключались с вами. Мне будет очень интересно почитать. Давайте все друг другу поднимем настроение в этот странный пасмурный денёк. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Я вас всех очень сильно люблю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok